Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 781. Матфея 24.4. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не престил вас за 2 февраля 2018 года. Игнатий Лапкин пишет, Сергей Александрович, у меня есть мысль приятная для меня. Когда у вас будет свободное время и непринужденное желание также, избрать любую тему из книг или из стихов. И также наполнить ролик новыми фото, которые вы сами изберете, пусть и из уже ужатых фото, которые на моей страничке в моем мире вот здесь. Там и 21 тысяча фото в 69 папках, примерно по темам. Можно брать сразу из разных папок, и может быть и не один ролик сюрпризный, чтобы и тему, и фото именно вы избрали. Вы так много уже про наши дела знаете и есть, может быть, темы, заглавия роликов, которые вы бы хотели осветить более подробно и соответствующе назвать их. Форум появился раньше, потому там были переписки с людьми и темы, которые так полно не освещались. Ролики, фото и многое разное. Конечно, есть и то, что взято из книг. Тут-то вы раскрыли по частям только одну книгу. Дальше это другое совсем. Это из печати я взял тут. Бывший викарий Московской епархии РПЦ с титулом «Домодедовский», а ныне настоятель Богоявленского собора города Ишима, епископ Евтихий Курочкин, призвал православных ни в коем случае не голосовать за Путина 18 марта. Более того, назвал национального лидера тьмою и обличил его, хоть и осторожно, в антихристианстве. Ранее подобные высказывания позволяли себе разве что альтернативные епископы, но никак не действующие иерархи Московского Патриархата. В середине января епископ Евтихий написал в своем блоге ВКонтакте, в кавычке открыт, «Если то, что вы считаете в себе светом, есть тьма, то какова же ваша тьма?» Слова Христа. «И пойду вопреки Христу голосовать за тьму или кому-то посоветую это сделать?» Нет, нет и нет. Этому восклицанию предшествует приведенная епископом в цитаты из фильма «Валаам». Она надела много шума православной среде, и если бы не принадлежала президенту Российской Федерации, наверняка стала бы поводом для разбирательства на предмет оскорбления чувств верующих. Протест Евтихия вызвали такие слова Путина. Цитата. «Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных?» «Да просто для христиан. Когда мне говорят, что нет, что в христианстве нет такой традиции. Ну как же нет?» «Пафон, поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть. Да и у нас вот здесь тоже святые мощи». «Я поясняю. Именно он говорит правильно. А чем отличается-то? И они скопировали, а оттуда все себе делают безбожники. Ну, только не выквашивают, как этого в облу-то. Как новодворская Валерия говорила, Зюганова. Там миллионы, если уже не миллиарды, за него заплатили. Переодевают через месяц, новый костюм надевают на него. Сколько костюмов он износил. Этот мертвец. Самый страшный злодей тысячелетий. Страшнее Гитлера в тысячу раз. Епископ оставил за скобками культурологическую неосведомленность автора этих слов. Да и на прозвучавшее немного ранее в том же фильме отожествление священного писания с кодексом строителя-коммуниста тоже не обратил внимания. Ну, а в общем-то, да. Они взяли отсюда все только одно. И ненависть к кинокомыслящим. Вот когда смотрите фильм «17 мгновений весны», там характеристику какую надают. Ариц, он непреклонный. Он там, ну, все такое. Зарейх. Ариц. Вот здесь точно так же и есть. И в кодекс коммунизма это все взятые, эти заповеди. Но только что это по-человечески, при том взятые, скопированные. Это кроме одной. У нас висел кодекс этот прямо на работе. Я разговаривал с начальством, только одна заповедь не подходит. Так что, вот в данном случае, я ничего в речи Путина не нашел. Вот до сих пор. Не секрет, что в путинских представлениях о православии много несовместимого с ортодоксальным христианством. Да, подожди. Ортодоксальным христианством, ну, просто православие. Тут разница большая. Давай. Но официальная РПЦ, согласившись играть роль идеологического департамента власти и бизнес-проекта Патриарха, поощряет синтез креста и пятиконечной звезды. Аминь. Так и есть. Напротиво, опасения у церковного начальства вызывают неофиты или даже ветераны, типа Андрея Кураева. Да. Которые проявляют слишком большой интерес к богословию и каноническому праву. Сатья-то как прекрасно написано-то. Все правильно говорит. Вот они там Масленникова трепется, захватились за него, а дворки на ней не видят. Между прочим, скриншот заявления епископа Евтихия разместил в своем блоге тот же Кураев на случай, если иерарха смогут запугать и заставят удалить политически опасные высказывания. Евтихий имеет довольно неординарную биографию, которая отчасти и объясняет его, в кавычках, вольнодумство. Восьмидесятым стал клириком Омско-Тюменской епархии РПЦ, где довольно быстро вступил в конфликт с начальством. И при том вступил в конфликт с начальством справедливо абсолютно. Я знаю эту историю. Он видел недостатки и не хотел мириться с ними. Поступил абсолютно справедливо, честно и смело. Дальше. Когда в процессе развала СССР в стране появились первые приходы русской зарубежной церкви, независимая и даже оппозиционная Московской патриархии, Евтихий присоединился к ним и уже в 1994-м стал епископом Ишимским и Сибирским. В 1992-м, я когда был в августе, там, июле, в синоде были за столом сидели, я за него ходатайствовал, чтобы его поставили епископом. А он, видимо, тут хлебнул уже, с приходами-то тут разваливалось, и там восставали на него сразу братья Алферова, там, Дионисий и Тимофей. Ну, а я ему, что-то он на меня начал, я говорю, я за вас ходатайствовал. А я вас и не просил ходатайствовать. Ну, правильно, не просил-то, ну, что сделаешь-то. Нам нужен был епископ тут. Дальше. Так, так. В РПЦЗ. В РПЦЗ он вступил в конфликт с консерваторами, настроенными против Московской патриархии, и принял самое активное участие в воссоединении двух церквей, которые инициировал президент Путин. И которая завершилась в мае 2007 года подписанием соответствующего акта в Краме Креста Спасителя. Ну, тут нужно сказать так, что прямо перед тем, как поехать в Америку, вот это там, о соединении речи не было ни слова. Это они все прибавляют. Акт о каноническом признании, то есть благодатность там и здесь, может причащаться. Больше ничего там не было. И на это не шли многие. Они торопились. Им говорили, не торопитесь. Это надо было людей подготовить. 13 юрисдикций сразу появилось. Разбились. И Агапангел, Пашковский в Одессе, этот Пасечников, ну, там, раньше Пасечник, епископ здесь Тихон Омский. Ну, и другие, кого я знаю. Антони Сталатарлов, Никита Феоктистович. Ну, тут прямо оттуда взял. Остальных я не знаю, там, Пивоваровых и других. Путин действительно инициировал еще бы там 300 с чем-то новых своих точек. А он КГБшник, он знает это. Так что там свои люди сразу одновременно. Это был большой очень успех. А потом они сразу соединения. А соединения не было. И что интересно, Евтихий перед самым вот этим актом о признании каноническом друг друга, законности друг друга, он об этом выпустил листок против московской патриархии и абсолютно правильно все показал. Это сергианство, предательство, недержание слова. Вот это лизоблюдство перед властями. Он все высказал там. И в одну ночь ему как видение он или что-то там было изменил, так на него как восстались. Да мы вчера договаривались в месте не признавать московскую патриархию, пока она выйдет из экуменизма. Пока она не отрещется, не придаст там анафеме или как декларацию митрополита Сергия Строгородского 1927 года, сентябрь. Это патриархию, это Сталин с Берием образовали, это не секрет, это действительно так. Это и антиканоничность, согласно 7-го Вселенского собора 3-го правила, если с мирскими властями связь была, они помогли поставить там, то это все ликвидируется. Но вот к этому уже привыкли, не посчитали. И вот подписали они это так, и дальше. В качестве награды за свои труды Евтихий получил звание викария-патриарха и титулярную домодедовскую кафедру. Титулярная что означает? Не знаю. По названию ее только нету. Он в Тюмени, а епархия в Москве, ну не все это так, и титулярная. Статью-то пишет грамотный человек. В 2012 году, после смены патриарха, ушел на покой и получил синякуру в виде родного Богоявленского собора высшего. Богоявленского. 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 Да. Вот. Дали ему так, Иван на этом успокоился как бы. И что интересно, по отношению нас, 13 лет был епископом, батюшка. Отношения хорошие были, момент расставания хорошие. Сейчас как будто нас никогда не было и не знают. Вот это вот вообще необъяснимо. Как будто бы никогда он на нас не был. Ну 13 лет, это же большой срок был. Мы когда ездили в Богоявленские поездки, мы каждый раз к нему заезжали. Он принимал нас радушно, машину, благословил и все. Так, дальше пишет. Характер у епископа Евтихия сложный. Он любит идти на принцип. Вполне возможно, что его биография сделает еще один вираж, и Евтихия раскается, что так поспешно сдал зарубежную церковь силам, которые он теперь называет тьмой. Вот это в самом начале, когда он утром там встал, и когда он стал туда голосовать за то, что надо принять, принять акт о каноническом общении. Да вчера только был против. За ночь перевернул все в себе. Это у него было. А я подумал, да ты, Божьи, хлебнешь, здесь снимет, и ты увидишь, какие они эти патриарши. Слово не держат. Смотри, как они кинулись на Диамида, там терзали. И на остальное это сейчас где? Самое злостное, что, наверное, есть не только где-то, а на земле, это миссионерские отделы. Как они нападают, как они поносят. Вот сейчас на головина Владимира там, ну, просто съедают. Вот такие маленькие, какие-то шишечки там на меня бросились, там, с Кызыльской, ну, левища всякие, ну, их Максим осек, щенки. Щенки, подробненько, на кого, говорит, вы лаете-то? Юрий Соболев, мир вам, Игнатий Тихонович. Первое. Этот ролик, первое, Каринственном 10.6. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. 10.01.2018 года. Духовный шедевр. Скачал себе великолепный ролик, очень мудрый и назидательный. Хотелось бы отметить и удачный ракурс, свет. Видна хорошо ваша мимика, глаза, борода, улыбка. А это уж Володя снимал. Такое рембрандтовское освещение, нахожу это тоже не второстепенным, а тем, что еще более открывает всю красоту замысла этого видео. Не смей советовать, но вот такого характера ролики очень хорошо бы смотрелись в такой композиции и свете. Слышишь, как вот тщательно разбирает, и как бы какой композиции было, и дальше. Второй. Вот фрагмент из романа «Освечина». Выстрел на большой морской. Наткнулся при чтении. Который, как мне видится, очень точно отражает устройство благовестнической миссии. Ее отличие от надеятельности священнослужителя. То, о чем вы, Игнатий Тихонович, часто говорите, и что к вам весьма относится. Хотя сюжет совсем иной. Вот послушайте. Не думаю, что здесь требуется мой комментарий к тексту. Все весьма отчетливо. Кавычки открыты. Слышь, Алексей, поступай к нам на службу. Можно будет тогда всю Москву привезти по виновению. Ты вот человек чужой, приезжий. И ходишь бесстрашно. Один по тем местам, в которых я и с охраной боюсь показываться. Удивительно. Нет тут ничего удивительного. Да, кто-то отвечает ему. По мне сразу видно. Человек зашел ненадолго, по делу. Узнает, что ему требуется, и уйдет. Больше вы его не увидите. Я туземцам не враг. Потому и кончается все благополучно. Ну, дали друг другу по мордам. Да и разошлись. А ты? Тебе же надо покорить, завоевать, наложить оброк. Вот и получаешь отпор. Нет, я человек вольный. Не продаюсь никому. Как думаете? Храни вас Христос. Как думаете? Ну, как еще думать-то? Тут он говорит, не требует комментариев. Я известен. Компромиссы какие идти, я знаю, где идти. Если главное не задевает. Леня Яковчук. Мир вам, дорогой брат Игнатий. Мой контракт окончен в этой прекрасной стране Америки. Еду на Украину. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь, Бог, благословил дорогу. Даст Бог жизни. Приеду, перезвоню. Спаси Христос. Ну, молимся. Мы молились вчера и уже сегодня. Игнатий Лапкин. Хорошо. Мы как бы с вами в одном самолете и молимся непрестанно. Добрый ангел-хранитель даст, сохранит вас и даст радостную встречу с родными. От 1.02.2018 года. Да. Отцу Георгию Максимову. Вот там Георгий Максимов, на него там нападает, ну, он для меня неизвестный. Я ему тогда написал, нападает эти, ну, Рафаил там Берестов, маленький такой. Он везде все это говорит, там против, и на ЭН, и там шестерок тоже боится, забился. Ну, и другие там на всякие. И он больше часа вчера прослушал этот ролик, он им в ответ дает. Какую-то там траву продают, и вроде она благословенная, а трака... А никакой пропорции, кому можно и кому нельзя, ничего, говорит, не говорят. Но на него нападают. А вот патриарх сказал мусульманам, что ваш Аллах и наш Бог, Иегова, это одно и то же. Я сказал, как вы можете это признавать? Это разве одно и то же? И дальше он так-то, в общем-то, не объяснил. Я ему пишу. Храни вас Бог. Если Господь позволит, и вы согласны, то мы приглашаем вас в гости на наш престольный праздник. Свято-Анфимовская община православного поселка Потеряевка, Мамонтовского района, Алтайского края, строящегося с нуля. К нам за 150 километров от Барнаула на этот торжественный праздник, 16 сентября по новому стилю, приезжает митрополит Алтайский Барнаульский Сергий Иванников. Чудесный архипастырь. Вы тут хорошо отдохнете. Вот наши данные. И дальше я бы все данные скинул. Роман Вхроликов. Если соль потеряет силу, то ничем не сделать ее соленой. Дальше, вторая цитата. Оставил суды милость. Евангелие. Горе мне, если я не благовествую. Из апостола. Церковные люди потеряли соль в своих речах. Нет обличения самих себя, церковной власти, государственных властей и воинства ее. Взаимодействие с государством может быть только, когда государственный человек, чиновник, министр, президент, принимает обличение. Но чтобы они принимали, для этого необходимо обличение. От патриарха, митрополита, епископа и ерея. Обличения нет после митрополита Филиппа Колычева, после патриарха Тихона и новомучеников, и новоисповедников российских. Из-за заповеди у церкви обличать никаких симфоний церкви и государство быть не может. Это вот, я не знаю откуда, это роман Фроликов где-то взял. Дальше. В студии телеканала «Спас» вижу развратителей, лицемеров, не верующих в то, что Бог, слава Ему, будет судить нас по слову своему. А не потому, как скажут люди, хотя и святые. Валентина Сортисон. Да и аминь. Сюда же можно отнести телеканал «Союз» Наталья Усатая. И радио «Радонеж», программы для детей, и как одеты телеведущие, и дети, нет никакого приближения к христианству. И за всем замечается. Если бы сделать восстание народа против церкви и беззаконие, которое они творят, перестали бы венчать и крестить кого попало, и торговлю всю запретить, сплести им кнуты и подарить на память, чтобы помнили, Господь, что сотворил с продающими и покупающими, и как Иуда удавился. Рустам. Да, Арман-малыш непробиваемый. Это эко его сатана связал. Я устал его штрабить. Он уперся сильно в свое безумие. Ох, как. Усатая Наталья. «Мир вам, Отец Игнатий! Много здоровья и лета вам!» Прослушал беседу со священником отцом Сергием из Беслана. Я даже не слышал о трагедии, которая произошла в 2004 году. К тому времени мы уже не жили в России. Всегда думаю и представляю картину, что может и с нашими детьми такое случиться. А я каждый день готовлю себя, как будто их у меня нет. Понимаю, что я не готова их потерять и к таким мукам видеть, как мои дети умирают. Вспоминаю мать Маковейского и Софию тяжело, и самое большое для матери горе. Это вторая Маковейская, седьмая глава, семь сыновей. Она их уговаривает, что будьте мужественны, и как их жарят, выдавливают, режут их. И она всех уговаривает быть верными до конца, а тебе воскресенье-то из мертвых не будет в жизнь вечную, правителю говорит. «Спаси Христос, всю общину пошлет Господь вам хорошего священника со страхом Божьим». Сергей Игнатов. «Спаси Христос, дорогой мой отец Игнатий Тихонович!» Читаем в Салтыре строки, где царь и пророк Давид скорбит, что те, с которыми он разделял хлеб, подняли на него пяту. «Мне тоже приходилось испытывать на себе подобное предательство. Сейчас так повел себя Р.М.» «Р.М. Что это означает?» «По отношению...» «Кто такое?» «Роман наш малыш». «Ну, написал бы, я бы знал, мало ли кто там, откуда я знаю». «Ну, может, не знаешь, а Роман малыш, не знаешь ты его, да?» «Да, мало ли, не знаю». «Ну, это горящая тема-то, дымится буквально». «Так почему не напишут прямо Роман малыш, а Р.М?» «Не буду я за него отвечать, Жигнать Тихонович». «Ты чего, Никита?» «Ну, что?» «Окстись, говорит, перекрестись». «По отношению к тебе. Поэтому я его заблокировал в своих контактах по скайпу. Беспокоюсь иногда за Никиту, у которого иногда пробуждается без противления». «Видишь, как он об этом и говорит как раз». «Да и я далек от совершенства. Тебе я полностью доверяюсь к духовному Отцу и открывают свои помыслы, а нападки на тебя переживаю, как будто они задевают и меня». «Так, теперь вернись, прочитай, что беспокоюсь иногда за что?» «За Никиту, у которого иногда пробуждается без противления». «Бес, бес, сатана!» «Я тебе не раз говорил, будь осторожен. Мгновенно, саду, раз у тебя какой-то свет, и Бог отнимет, и бесновать все начнешь. Вот в наших глазах совершается трагедия сейчас. Трагедия. Это еще требует потом рассмотрения. Его трогать нельзя никак, не отвечать никак. Он беснуется сейчас, он там сидел в железной этой коробке, и сатана наворачивал, наворачивал. Хорошее отношение, мгновенно все сбросил, друзей, стройку, все. И совершенно чужих людей там славиков разных собирает. И беснование неприкрытое просто. Такая злоба. Каких-то набрал там, ему пишут, он перекидывает сюда злодея, угрожающие. Всякими пакостями. А как будто этот человек специально заслали его, поддерживали. Ты дальше, дальше проникай к ним, а потом и будешь. У меня отношения с первого дня было, что у тебя не ладно с душой. Я ему сказал, ты беснуешься, здесь когда лежал. А маленькая что, земля плоская, не шарообразная. Космонавтов не было, на Луне не были. Ну и дальше маленькая как будто ложь. А потянуло все остальное. А сейчас он мои книги перебирает и выискивает против меня и в интернете выставляет. То есть самый злейший злодей на последние дни сделался. Ну как, я только скорблю. Для меня он очень дорог, этот Роман Малыш. Столько он делал. Лето так, ну, если бы он придурялся-то, или... А то какие же надо было нервы-то выдержать. А когда мы и обнимались, и целовались, и помогали друг другу. Ну вот так. О, тут уже пишет. Жалко безрассудство Рома Малышау. Неужели он не покается, как Иуда, и не осознает, что стал орудием сатаны? Не осознает. Что стал орудием сатаны. Орудием сатаны стал полностью. Теперь я вижу справедливость слов одного ненавистного мне и миллионам других людей, вождя мирового протолерата Вилл, который сказал, что из маленькой ошибки, например, что земля не шар, а плоскость, можно сделать чудовищно большую, если на ней настаивать и упорно проводить в жизнь. Как не спас свою душу Иуда, хотя был близок к нашему спасителю Иисусу Христу, так едва несмертный удар своей души нанес Роман Малыша. Видишь как, едва несмертный, и как, вот я даже не знаю, теперь он все, отрекся, ничего нет, он не брат, и приветствовать его нельзя. Я уже думал об этом, и приветствовать даже нельзя. Что же он дальше с тобой делать-то? Паспорт там какой-то сжег. Батюшка говорит, я вас спрашиваю, какой паспорт? А вам какое дело? А с батюшкой так разговаривает-то, это мимо не проходит, он сейчас ведет себя как самый худший безбожник. Батюшка говорит, ну а как дальше-то, это не ваше дело. Батюшка говорит, ой-ой-ой, а глаза бешеные такие сделали-то, он беснуется, и убеждит какие-то доводы, он еще абсолютно не слышит, что бы ему ни говорили. Теперь только одно, только молиться и пос, объявляй, пос и молись. Помилуй его, Господи, не помяни его безумие, ибо он не ведает, что творит. Знай, что ты, Игнатий Тихонович, ничего не таишь, что может быть полезным для людей, то я заранее даю тебе согласие на свободное... Своё согласие на свободное распоряжение моими к тебе письмами. Храни тебя Господь, Надежду Васильевну, как образец смирения жены перед мужем во Христе, верного помощника Володю, Сергея Пупкова, идущего по пути Господа, но изредка падающего, симпатичного, одаренного приятным голосом Никиту и всех ближних. Вот тебе похвала сразу. Он умеет сказать, и то заметил, он юрист. Аминь. С Украины, Угледар. Мой сын Сергей и строптивая жена Раиса заболели и сильно кашляют. Строптивая жена Раиса, татарка. Я верю в силу молитв праведников, но добудет на всё воля Господа, посещающего своих чад как милостями, так и скорбями для вразумления испытаний их веры. Ну какой это Владимир, а тут столько Владимиров, и ещё дальше не подписывают. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Нехорошие люди напали на наш коллективный скайп. То есть матерками, 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 вчера засыпали прямо. Прямо по площадам ругаются, абсолютно нецензурными словами. Я вышел. Попросите, пожалуйста, модератора исправить название, вернуть прежнее и исключить этих же умных людей. Этих неумных людей. Этих неумных людей. С глубоким уважением всегда ваш Владимир. Считай правильно. Игнатий Тихонович, возвращаясь к прежней беседе. Гений, гений это вы. Восхищаюсь вами, вашим острым умом, вашей честностью, прямотой, любовью к людям. А это вот Рустам написал. Это не Владимиру, да. Вашим подвижничеством храни вас Господь. Рустам. Прошу за меня грешного червя помолиться, чтобы меня отпустило. Горбоны штробят в голову сильно. Прошу прощения, Игнатий Тихонович. Ну, это то, что написано было, там, модем, включи. А где он там включается? Ну, кнопочка с той стороны, у волка, у самого слева. Ну, сейчас пока соединиться. Надо было раньше, мы просто просмотрели. Что-то интернет барахлит. Ну, вчера что у нас тут? Воды нету. Учитесь экономить воду. Вот это застыло и не приезжает. Но так не бывало. В прошлом году не было. В этот день приезжает. А тут то ли забыли, то ли надо позвонить Володе. Сегодня это было. Вчера еще. А у меня телефон этот не работает. Эти первые буквы, цифры не набираются. Не знаю, что. Приехал сюда, и вот то ли тут что-то мне приставили в него, или что. Может быть, какую-нибудь жучка поставили. Никогда не было так. Не набирает номера эти. Вот так. Ну, и показать сейчас наши ресурсы. Это мой мир. Вот здесь можно переписываться. Вот где я в шапке. А где гусь с голубем, там я. И там нет. Я очень люблю этот ресурс. Мой мир. Мейл.ру. Что у нас есть, показать надо. И вот. Это форум православный. Ну, тут что-то, почему оно широко раскрылось, и поэтому так. Вообще не вникаю, даже не гляжу. А теперь еще. Это наш православный видеоканал. Что на нем есть. Вот сегодня я выставил, сейчас скажу. Это раз, два, три, четыре, девять, десять, одиннадцать. Тринадцать роликов сегодня выставил. Тринадцать. Тут все есть. Все. И златоуста, и то, что у нас выставляется. Ну, и очень большой ресурс. Во свете Библии православный библейский сайт. Самое ценное, считай, это вот четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса и ответа. Теперь посмотрим мы некоторые вопросы. Я их буду вытаскивать здесь и озвучивать. Хотя бы вопроса два. Я буду озвучивать. Давай. Вопрос три тысячи сто пятьдесят пятый, семнадцатый том. Как так получается, что добрые намерения глубоковерящих людей потом искажаются до неузнаваемости их последователями? Ответ. Эти слова мы можем отнести ко всем до единой книги Библии и ко всем до единого автора Библии. Столько разных сект, безумных ересей и все за основу берут полюбившийся им стих, как указ Патриарха Тихона номер 362 о самоуправлении. Сегодня любой самозброд объявляет автокефалию и независимость, беря за основу сей указ. Католицизм напрочь сгнил, и Лютер решил возродить веру Христову. Но уже его ученики развили его учения так, что сегодня их пастыри венчают гомосексуалистов, и из них ставят в пастыры и епископы. И это все за пренебрежение канонами соборов, за пренебрежение церковного предания и творения святых отцов. Из словарей и энциклопедий узнаем много и о Лютере. Он говорил, если вся истина исходит от иерархии, говорит он, то какая польза и нужда в священном писании? Давайте сожжем его и удовольствуемся невежественными господами из Рима. Многие немецкие князья поддерживали Лютера, что позволило ему окончательно порвать с Римом. По приказу Курфюста Фридриха, отлученного папой, тайну укрыли в Вартбургском замке, где он приступил к переводу Нового Завета и за несколько месяцев закончил его. Когда он снова появился на общественной арене, реформация уже охватила широкие массы в Германии и соседних странах. Она питалась не только недовольством римскими порядками, но и стремлением североевропейских народов обрести культурную независимость от латинства. Протестантизм создал альтернативу католичеству и привел к кровавому крестьянскому восстанию, который Лютер, однако, резко осудил. Это Мюнстер там вышел, Кальвин. Против своего желания Лютер положил начало многовековому расколу западного христианства. Однако его дело имело и позитивные последствия. Сегодня с этим согласны даже католики, несмотря на различия во мнениях и отдельных вопросах, католические историки и богословы признают религиозную глубину и духовную силу молитв Лютера. Подлинно христианские намерения его критики тогдашней церкви, кардинал Хефнер, архиепископ Михаил Мадьюгин, пишет в связи с этим, что если сопоставить распущенность и падение, характерные для католицизма предреформационного периода со сравнительно благопристойным состоянием римской церкви в конце XVI века и последующего века, то можно без преувеличения утверждать, что реформация явилась орудием обновления и укрепления той самой церкви, которую она отрицала и против которой ожесточенно боролась. Все это дает верующему христианину, в частности православному, основание для усмотрения действия промысла Божия в реформации, как и во всех исторических явлениях и процессах, где наряду с человеческими заблуждениями и страстями имеет место и непреоборимо действует воля Отца Небесного, направленная к тому, чтобы всякий верующий в Сына Единородного не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3, 16. Вступая против предания, Лютер, как он сам выражался, встал на сторону Писания, но он не мог отрицать предание, заключенного в самой Библии. Он оставлял в стороне вопрос о церкви как создательнице канона, однако фактически принимал предание, поскольку принимал Слово Божие, хотя в отличие от своих оппонентов ограничивал предание раками Писания. В самой Библии Лютер различал Слово Внешнее и Слово Внутреннее. Внешнее слово – это слово, выраженное на человеческом языке и требующее филологического подхода. Для этого аспекта важны и сагогика, и грамматические исследования. Слово же Внутреннее есть тайна Писания, которая делает его глазом Божьим, обращенным к каждой отдельной душе. Она пробуждает веру и приводит к познанию спасающей благодати. Это и есть богодохновенность Писания, ставящая его над всеми творениями человеческого разума. Отказавшись от церковного авторитета в толковании Библии, Лютер провозгласил высшим критериям личный религиозный опыт отдельного человека. Исходя из этого критерия, он ввел понятие о различных степенях богодохновенности. Так он не считал откровения апостольской книгой. Пусть каждый, писал он, думает об апокалипсисе, что хочет, что подказывает ему его дух. Мой дух не может терпеть этой книги. Он уважал и чтил послание Иакова, но отвергал его подлинность. Опять-таки на основании его не соответствует своему духу. Наряду с этим субъективным критерием, Лютер признавал и историка литературный метод, отмечая, что автор послания к евреям говорит как ученик, который принял учение апостолов. Лютер делал вывод, что послание написано не апостолом, а Павлом. По его мнению, им было полос. Черты второго поколения находил Лютер и в послании Иуды. Тем не менее, Лютер не хотел абсолютизировать научных методов. Грамматика, писал он, не должна управлять делом, а сама должна ему служить. Огромное значение имел сделанный Лютером перевод священописания на немецкий язык. В Артбурге он переводил Новый Завет, а затем вместе со своими помощниками, в том числе Меланхтоном, 12 лет трудился над переводом Ветхого Завета. Полный текст вышел в 1534 году в типографии Люфта. В отличие от прежних немецких переводчиков, Лютер отказался от вульгата и переводился региональных языков, древнееврейского и греческого, опираясь на критические исследования Эразма Роттердамского. Лютер был убежден, что писание должно быть доступно всем. Простая дочь Мельника, писал он, ежели она верует, может его правильно понимать и толковать. Для этого нужно донести смысл писания до народа. В послании о переводе 1530 года Лютер указывал на ценность живого народного языка. В качестве ориентирован он принял один из саксонских диалектов, который с тех пор стал литературно-общенемецким языком. Коллективная работа была исключительно напряженной. «Над Евом, — вспоминал Лютер, — работали мы все, магистр Филипп, Вурагалус и я. И что же за четыре дня сумели осилить едва-три стиха? Читатель и не подозревает, какие пни и колоды лежали там, где он нынче шагает, словно по струганным доскам. И как мы потели и трепетали, убирая эти пни и колоды с его пути». Лютер строго выверял соответствие перевода с народной речью. Чем в частности объяснялось то, что порой он за несколько недель находил лишь одно слово. Отказ от рабского следования оригиналу сделал перевод Лютера творческим и высокохудожественным. Он сразу же завоевал огромную аудиторию. Книга печатания открыла Библии широкую дорогу. За 30 лет после первого издания вышло около 100 тысяч экземпляров. Тираж для той эпохи непревзойденный. Следует отметить, что Лютер переводил и не канонические книги. Однако в дальнейшем протестантские издания чаще всего выходили без них. Вот как. И вот его ученик Кальвин, позднее в своем предисловии к толкованию псалтири, Кальвин, 1509-й, 64-й, 55-й. Нет, не 65-й. Это 55 лет жил. Ага. Понимая Слово Божие как абсолютный и единственный закон, реформатор построил новую церковь. Церковную систему, выведенную исключительно из буквы Писания. При этом он естественно принужден был сделать главный акцент на Новый Завет. На Ветхий Завет. На Ветхий Завет, поскольку в Новом Завете он не нашел разработанных правил для общественного устройства. В результате его церковно-политическая система приняла жесткую форму, аналогичную Ветхозаветному законничеству. В 1536 году прибыл в Женево, где ему удалось возглавить протестантское движение. Борьба с Женево против Савою упрочила власть Кальвина и превратила его в неограниченного диктатора. Да то ли кабинетный ученый он стал править сурово и непреклонно, сознавая себя чем-то вроде библейского пророка, призванного пересоздать общество. Евангельский дух любви был оттеснен церковным режимом тоталитарного типа. Развлечения, искусство, свобода, мысли жестоко подавлялись. У отцелилась и общая слежка, и была установлена сложная система карм. Жертвами их пали многие вольнодумцы, в том числе сервет, который был сожжен на костре по инициативе Кальвина. Недовольство тирании стало скоро настолько стильным, что Кальвин пришлось уехать в Страсбург в 1538 году. Но в 41-м он вернулся и оставался на своем посту до конца дней. Еще далее уходит другой ученик Лютера Мюнстер, Томас, около 1490-го. По 1525-й, 35 лет жизни. Немецкий революционер и идеолог народного течения в реформации. Один из главных вождей восставшего крестьянства и городского плебейства в крестьянской войне 1524-16-го года в Германии. Принадлежал к образованнейшим людям своего времени. Первоначально считал себя сторонником Мартина Лютера. Но будучи 1520-го года проповедником в городе Циккау и выступая против францисканцев, заодно с лютеранами фактически вел эту борьбу с иных позиций. В развертывавшихся с начала 20-х годов революционных событиях Германии, в успехах там реформации и выживлении, в это время оппозиционного движения в Чехии, Мюнстер видел симптом начинающегося общемирового социально-политического переворота, направленного на установление Царства Божьего на Земле как строя социальной справедливости. Такой переворот пропагандировался в то время членами ряда народных сект, особенно аннабаптистами. Посетив летом 521-го года Чехию, Мюнстер опубликовал там пражский манифест, в котором изложил основные положения своего революционного учения и понимания реформации. Мюнстер призывал трудовой народ горнорудных районов Чехии возродить революционные традиции таборитов. В 1523-14 годах Мюнстер открыто порвал с Лютером и со всем лагерем умеренной бюргерской реформации. Во время Крестовой войны Мюнстер и его ученики, особенно из аннабаптистов, хотя и немногочисленные, были вдохновителями наиболее решительных выступлений. Разъезжая по Средней и Юго-Западной Германии, Мюнстер повсюду распространял в устных печатных пафлетах свои призывы к борьбе, которые привлекали массы крестьян и городской бедноты. 5 мая отряд Мюнстера потерпел в битве у города Франкгенхаузен поражение от объединенных войск князей. Мюнстер был взят в плен и после мучительных пыток казнен. Премудрость Соломона 2.21 Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их. Причина какая? Матфея 18.7 Как мог Лютер проглядеть, что церковь основана Христом, а не им? Лютер свой разум поставил превыше разума и Еговы. Иезекииль 20.30 «Посему скажи Дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших и не блудодействуете ли вслед мерзости их?» Представ к обществу Дафана, как он думал оправдаться пред Богом. Прича 28.4 «Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающий закон негодует на них. Не имея закону наркоположенных епископов, где бы он мог взять и пресвитеров? А значит и крещение, и причащение у Лютеран не по Евангелию». Иеремия 6.28 «Все они упорные отступники, живут клеветою. Это меди железо, все они развратители». Исход 29.9 «Изумляйтесь и дивитесь...» Исайя 29.9 «Изумляйтесь и дивитесь, они ослепились...» «Или других, и сами ослепли, они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры». Стихотворение «Если бы кто-то незнакомый спросил, чего же так явно тебе не хватает?» «Подумал и, может, ни с чем отпустил, не давши ответа, и было то правдой. У Бога прошу ежедневно и ночью, чтоб воля была не моя, а Господня. Так хочется, чтобы исполнилось срочно, не позже, как вечеру, только б сегодня. Я все получил, даже сверху с присыпкой, что думал когда-то, надеялся чуть. Теперь даже вспомнить придется с улыбкой, как Бог исправлял достижению путь. «Друзей у меня, сыновей, дочерей, несчетно повсюду и за границей, врагов, как клопов, на тресло и щелей, мне многим приходится с ними делиться. Ходатайств так много в моем арсенале, звонили, просили, писали несчетно, за них помолиться, притом постоянно, чтоб уть, путь им расчищен без долгих расчетов. Идти ли на битву, когда выступать, а может, молясь за стеной отсидеться? Труды безуспешны, где нету Христа, о том познаю я до ныне из детства. Кому мне на помощь с утра поспешить, кто с явным отчаянием что-то сигналит? Столб дыма маячит с далеких вершин, известен ли гимн им пасхальный? Обманщик-епископ, кадилом грозит, анафемой вслед коммунист кровожадный. Сам Бог и Егова им их сонмы сразил, от злости в газетах в эфире визжали. За всю благодарность, за всю словословлю. Иисуса, следящего нежно за мной, за Библию, вечно Божие Слово. Всем лучшим во мне оно стало виной. 29.05.06. Игла На сегодня хватит.